Доброе утро! Приготовим сегодня правильный завтрак из детства. Это будет манная каша с ягодным соусом. Возьмем манную крупу, сливочное масло, молоко и ягоды. Вливаем немного воды в кастрюльку для того, чтобы она закипела. Это необходимо, чтобы наша манная каша не пригорела ко дну. Пока закипает небольшое количество воды, вливаем где-то граммов 50 молока. И в этом молоке разводим 3 столовые ложки с горкой манной крупы. Вода закипела, вливаем теперь молоко. Это тоже стакан молока. Добавляем сразу сахарную пудру, немного либо сахар. Соль, буквально совсем чуть-чуть. И ждем, пока она закипит. Все это необходимо для того, чтобы, во-первых, молоко не пригорело ко дну, то есть не появился запах этого жженого молока. И манка получилась без комков. Пока закипает молоко, приготовим соус. Для соуса нам понадобится сливочное масло. Растапливаем сливочное масло. И затем добавляем сахарную пудру и наши ягоды. В нашем случае это черника мороженая. Молоко закипело. Уменьшаем немного нагрев. И теперь в кипящее молоко вливаем тонкой струйкой нашу разведенную манную крупу с молоком. Постоянно мешаем. Как только молоко закипит, наша каша будет готова. Все. Она готова. Сейчас она загустеет. Пока соус. Растопили сливочное масло. Сливочное масло лучше брать, чем жирнее. То есть всего 2,5%. Я взял всего 4%. Всыпаем сахарную пудру, так, чтобы все масло впиталось как бы в пудру. Немного обжарим. Получается такое вот как пюре, наверное, да? Сахарное. И добавляем сюда замороженные ягоды, либо свежие. Вместе с соком, который они выделили. Немного проварим. Получился черничный соус, сладенький. Немного сока лайма, либо лимона. Причем из кислоя. Чтобы не интервизовать излишнюю сладость. Приятного аппетита. Наш правильный завтрак готов. Причем излишнюю сладость. Приятного аппетита. Причем, пром answers remove. Причем. Продолжение следует...